Девять депутатов, представители Московского района, сегодня получили пока временное удостоверение депутата областного совета. Это люди разных возрастов и профессий, которые сумели завоевать доверие своих избирателей. Среди них Александр Карпицкий, главный врач Брестской областной больницы, лидер своего избирательного округа. Он баллотируется уже в четвертый раз и в четвертый раз обходит своих конкурентов. По его словам, очередная победа на выборах – своеобразный билет для реализации проектов в профессиональной сфере – сфере здравоохранения. Я, когда принял решение идти кандидатом депутата областного совета в очередной раз, то для меня была единственная цель – это улучшить качество обеспечения медицинским обслуживанием все население Брещины. Вот, в общем-то, основные тезисы моей были предвыборной программы, и где бы я ни выступал, я говорил, пусть немного, но я говорил правду, то, что я смогу сделать. А улучшить здравоохранение Брещины мы сможем в том числе за счет реконструкции областной больницы, за счет внедрения новых методик и технологий в областной больнице. Среди девяти и новоизбранных депутатов пятеро будут представлять интересы людей в областном совете впервые. Два народных избранника свою депутатскую миссию только начнут. А вот Михаил Водчиц, Александр Савчиц, Константин Шершунович и Александр Карпицкий с обязанностями депутата знакомы, избираются уже не первый раз. Слова поздравлений, слова напутствия, ведь новый статус накладывает и новые полномочия. И, конечно, вручение удостоверений, пока временных. Мне, как главе администрации, было очень приятно слушать такую фразу от одного из руководителей большого уровня вчера, что город и московский район дал очень достойных людей в областной совет. В областном совете представлены лучшие из лучших людей нашей Брещины. И это в большей степени относилось к нам, к нашему району, потому что это было сказано мне. И мне даже сказали спасибо за таких ярких, талантливых людей. Общая явка избирателей в московском районе в день выборов достигла отметки в более чем 65%. Досрочно проголосовало около 30% избирателей. Благодаря активной и слаженной работе окружных комиссий, предвыборная кампания в местные советы депутатов 27-го созыва в московском районе города была одной из самых организованных за предыдущие годы и прошла на высоком уровне. Продолжение следует... Продолжение следует...